Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить рульку. Вот у меня здесь их две. Поэтому приготовим мы двумя разными способами. Вернее, не двумя способами, а будем использовать два разных соуса. Заодно и сравним, какой из этих способов или соусов вкуснее. Но для начала мы должны эту рульку сварить. Поэтому мы берем, помыли рульку и помещаем их в кастрюлю. Наливаем воду таким образом, чтобы рулька у нас полностью была покрыта водой. И начинаем на огне кипятить воду. У нас бульон закипает и мы убираем пенку. Затем мы добавляем перец горошком. Добавляем целую луковицу и порезанную морковку. Также добавим соль. И будем это все варить на медленном огне 2 часа. Ну что, друзья, рулька сварилась и теперь мы будем ее мариновать. А чтобы не пропадал зря бульон, в котором варилась рулька, мы из него приготовим холодец. А как это сделать, я покажу в следующем ролике. Итак, как я и говорил, мы замаринуем рульку двумя способами. То есть, вот будет первый способ, вот второй. То есть, первый у нас будет маринад такое содержание. Здесь соевый соус, мед и немного вот добавим горчицы. И хорошенько все это размешаем. А во второй, второй это у нас тут майонез. Добавим сюда чесночка. Выдавим. И тоже добавим немножко горчицы. И хорошенечко все это размешаем. Затем на одну из руляк мы делаем такие вот надрезики. С одной стороны, с другой стороны. И хорошенько будем натирать ее вот этим соусом. Ну и также со второй рулькой сделаем небольшие такие вот надрезы. Чтобы сюда у нас прошел маринад. Ну тут у нас, видите, резать не надо, потому что это так хорошо. И теперь мы вот этим вот соусом и кисточкой кулинарной вот этой вот хорошенечко все промажем. Итак, чтобы у нас не подгорела кость и мясо, мы спрятали их вот в фольгу. Теперь выложили на противень, на пергаментную бумагу. И, значит, мы разогрели духовку до 190 градусов. И будем запекать 40 минут. Через каждые 10 минут мы будем смазывать рульку соевым соусом. Наша рулька готова. Мы ее готовили двумя способами. Использовали два маринада. Какой маринад вкуснее, этот вопрос я оставлю за вами. Приготовьте либо одним, либо другим способом. Сами попробуйте и сами определитесь. Ну, а как по мне, в принципе, два варианта неплохие. Два рецепта неплохие. Как говорится, в большой семье продуктами не перебирают. Поэтому пользуйтесь рецептом. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем приятного аппетита. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok